...и откровенно сказали свое мнение. Поэтому вы сегодня вошли в этот исторический процесс. То есть вот то гражданское общество, о котором так много говорят, мы читаем, вот если вы оглянетесь вокруг себя, вот оно здесь и есть. Что вывело меня на этот митинг? Меня не как члена партии КПРФ, а именно как жителя третьего микрорайона нашего города. Я, наверное, так же, как и вы, прежде всего, задаюсь вопросы по поводу трассы Бутылосстатия, которые нас больше всего волнуют. И именно с этим вопросом я шел 5 марта на публичные слушания. Я вижу людей, которые тоже там были. Наверное, большинство пыталось попасть на это мероприятие. И попали, скажу вам, не все. А практически никто не попал. То мероприятие, тот беспредел, который был построен 5 марта властями, конечно, трудно переоценить. Когда люди, жители пытались попасть и сказать свое мнение, и их просто не пустили. А небольшая ручка администрации во главе с главой города Данией Абдулзаровной-Амбрицовой, местными депутатами, которых я считаю предателями, которые голосовали за эти схемы. Это мое личное мнение. Вы меня поддерживаете? Я считаю, что именно этот мотив вызвал вам большое негодование. И именно поэтому я решил, чтобы участвовать в организации этого мероприятия. И нахожусь сегодня здесь, на площади. Кстати, хочу отметить, что мы только начали процесс. Все остальное сделали жители. Это большая инициативная группа третьего микрорайона. Их почти 200 человек. Их поддерживает больше 2000. Это те люди, которые организовали, которые клеили листовки, которые раздавали листовки. Огромное им спасибо. Что я хочу сказать. Когда я смотрел записи, потом это мероприятие, публичное слушание, меня поразил один ответ. Там был представитель Нургенклама. Ему задали вопрос по вот этой дороге, трассе Внуково-Стафио. А вы знаете, что она пройдет в непосредственной близости от наших домов? И в непосредственной близости от двух детских садиков? На что он цинично ответил? Вы знаете, там же 70 метров, это вполне достаточно. Как вы считаете, 70 метров это достаточно, что она тогда в детских садах? Это, конечно, меня просто поразило той циничностью. Понимаете, для моих детей хотят устроить фактически газовую камеру. Вы представляете, два детских садика возле МКАДа. Это просто дотсенс какой-то. Да, вот еще три детских садика подсказывают. А, полиэмилит, полиэмилит это отдельная песня. Это даже пресса писала, что это фактически геноцид жителей полиэмилита. Возле полиэмилита Киевка проходит, трасса Внуково-Стафио, самолеты садятся. Очистные, кто живет на полиэмилитке, знают, как там пахнет. Там гулять невозможно. Поэтому этот поселок просто надо переселять. Естественно, вот у меня, например, сын, ему сейчас 9 месяцев, скоро он пойдет в этот садик. И я, как отец, прежде всего, конечно же, буду защищать своего ребенка. Я, как муж, как глава семейства, я буду защищать свою жену, своих родных, своих близких. Как житель города Московск, я буду защищать тот дом, тот город, в котором я живу. Я надеюсь, вы меня поддержите в этом. Поэтому все вот эти товарищи, которые проводят псевдослушания, госпожа Андрецова, главе города, господину Наполкину, префекту, который провел ровно такие же слушания в других поселениях, мы сегодня это услышим, господину Балакину, депутату, который якобы представляет наши интересы в Мосгордуме, всем я им хочу сказать, что, дорогие наши господа, я буду с такими решениями бороться всеми, с силой воли, всеми своими силами. И я думаю, что вот этот наш протест, протест против вот этого произвола, беспредела, я думаю, будет услышан, это невозможно, здесь много телевидения нас показывать, я уверен. Я думаю, мы совместно отстоим наш город, мы не дойдем его гробить во благо каким-то волчьим олигархически строительным аппетитом. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Короче, я хочу представить несколько, ну, почти.